ну вот я проехал почти 27 километров уже от гусева уехал в сторону севера от гусева сегодня сторону советска туда в сторону советска но сейчас вот сюда поеду торну черняховска еду в черняховский район на обед там будет мост немецкий разрушены вот на него хочу попасть там пообедать сегодня всем привет лабадена надеюсь по осени буду говорить будем так если все-таки побывая в германии ну что-то терзает меня смутные сомнения никого не пустит никуда мы посмотрим будем надеяться на лучше а пока еду по такому грунту 2 2 машины трактов машины проезжали пыли еще от них правда сдувается туда по право стране ехать нормально я здесь как-то был давно ничего не снимал правда будем считать что новая дорога для меня маршрут 100 километров получится вечером застемнеет приеду но пока еду погода сегодня не совсем теплая ночью даже минус один был с утра и не падением было бы прохладно вся так нормально ветра нету практически нету очень слабый вчера в ленте новостей случайно наткнулся в калининграде один умер уже от болезни от вируса у нас первый случай вот на днях но и по и военный пенсионер был умер от получается не от самого вируса он болел я вот усугубил короче вирус его болезни и он умер из-за этого ну а по городу у нас вроде как нормально все даже хотели запустить автобусы как раньше старом режиме у нас был карантин до 12 а сейчас вроде как 13 его продлять опять опубликует будет до 19 пока еду в горочку и и в и и и и и Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Какой он сбоку, этот мост, обувь конечно не походная. Туда сейчас спрыгнуть. Ну вот я приехал к месту обеда своего, когда-то тут поезда ходили. Субтитры сделал DimaTorzok. Вон какие швеллеры, один, два, три, четыре, пять. Какие тут тяжести они возили. Интересно, что столько швеллеров. Все это узкоколейка такая. Чего такое гудит? Непонятный звук. Ну вот можно уже раздеться. Жарко становится. Ну вот как раз есть захотел. В этот раз я не забыл взять под задник. Буду на нем сидеть. Так, ну на обед у меня чего сегодня? Ну как обычно суп. Так это лозочка. Так это банан. Мармеладки. Печеньки. Бутерброды с хлебом. К супу. Так вот. Вот такой у меня сегодня набор. И вот такой вид. Супчик с фрикадельками. Правда другая приправа. Мне кажется он вкуснее стал. Или просто по-другому. Тут приелся. Так. Хлеб. Один хлеб. Еще хлеб. Ну приятного аппетита. Так. Супчиком закончили. Сейчас я попробую. У меня мермеладку. Вот такие мермеладки. Музыка. Так. А что у меня с педалями. Которые я вчера делал. Вон еще смазка выходит. Лишняя. Чтобы к ней песок не прилипал. И с той стороны тоже вытереть. Ну хоть проехал мало. Ну если люк будет появляться. Не. Нормально. Все правильно сделал. Вообще нисколько. И крутится отлично. И это тоже. Ну да. Нормально. Так что можно собираться ехать. Уже в сторону. Ну пока Черняховска. Но в сторону уже направление домой. Вон там вдалеке. Речка блестит от солнца. Так. Тут бы как бы не грохнуться. Нормально вроде. Держатся. Вот эти вот крюки. Они интересны. Просто для красоты. Или на них что-то висело. Солнышко спряталось. Чуть-чуть. Сразу так прохладно стало. И ветер оказывается холодный. Это перфоратор. Так. Ну я все убрал. Осталась подстилка моя. Поджопник. Боевой. Для страйкбола. Спасает меня на играх. Чтобы на мокром не сидеть. Когда на холодном. Так. Так. Ну вот солнце вышло. Так. Знаешь, и я всё сделаю время. По�оже. Anything you can... Это хрена. И гранина среди. Форелogue я берирую. И я breed. Ну вот еще один обед в новом месте состоялся, только выбраться клещей проверить и нужно ехать. Так, ну вроде нету клещей, можно ехать. Продолжение следует... Вот, кстати, зачем, правда, у нас красят деревья в белый цвет? Нигде ж такого, по-моему, нет обычая красить. Ладно, плодово-ягодные вот эти, фруктовые, в сосадах от вредителей. А эти-то зачем красить? Или так красиво она считается, наверное. Ну вот, красят у нас деревья, в общем. До сих пор. Сейчас попробую подняться поближе. Вот эту горочку. Вот так это сблизи выглядит. Вот так вот, если посмотреть, получается два глаза, нос и рот. Смайлик такой получился. Какие у нас деревья красивые. Белые. Да, тут еще одна на могилке вот эти, чьи-то. А, вон там два камня каких-то с надписями. И тут вот тоже что-то написано. Густав Краунус. 1893-й. Родился. В 910-м умер. Густав Краунус. Краунус это не литовская фамилия, случайно? Краунус, немецкая. А ну это новая. Камень. Как тут посмотреть? Блин, не видно. Не видно ни с какого угла. Ладно. Так, четче одеть и ехать. Время не полтретьего уже. Ну вот такой тут поселочек. Ох, там все горит. Полыхает. Вон там. Ну я в принципе туда еду сейчас. Вчера тоже открыл окно. Проветрить. Хорошо, что как-то привычка. Открыть окно, понюхать воздух. А то бывало откроешь, уйдешь, приходишь. Там вонища дымом. Вот вчера тоже запах дыма был. Вот когда-то все горело. Не так давно. Вон она дымится. И вон там тоже дымится. Как будто в войну идет, блин. Да, хорошо сейчас в сумке. От рюкзака отделался наконец-то. Сейчас накидал вещей там. И лишнее, и не лишнее. Надо, не надо. Пригодится. Дороги. И на спине легко. Хорошо. А то раньше было, блин. В притык накидаешь в рюкзак. Еле закроешь. И тащить его на себе. Спина мокрая, блин. Вот он горел. Субтитры сделал DimaTorzok Да, вот тут все задымлено. Субтитры сделал DimaTorzok Вот что заметил, когда вот камеру прям в морду собаки тыкаешь, когда она гавкает за тобой. Она сразу бегает. Стесняется сниматься, что ли, или что. Сколько раз такое уже было. Камеру наводишь, она прям как бы отстает. Убираешь руку, она опять прибегает. Вон там возле домов почти рядышком горит все. Там вот впереди какой-то черно-густой дым такой прям. Может какое-то сено, сток сена горит. Или может какая-нибудь постройка, сарай. Поднимается, прям высоко видно дым. Это как бы трава, где белый дым, а этот черный. Но еду в ту сторону, может посмотрю, увижу, что там горит такое. Если успею. Остановка. Посидеть чутка. Вон там горит почти возле леса. А это вот карьера, за карьером тоже что-то горит. Дымится. Нормальный такой камушек валяется. Прям на повороте. Сторонку его сдвинул. А то вдруг кому сюрприз будет. С последствиями. Я как-то давно-давно работал еще в ментовке. Ночь была, туманище. В городе. Еду. Ну там горочка такая, скорость небольшая. И метров, наверное, в десяти. Увидел перед собой этот самый еж. Противотанковый. Там воинская часть рядом была. Он стоял. Ну кто-то взял его прям по центру дороги и выстрелил. Тоже убирали. Так бы на скорости кто-то влетел бы, блин. Вот такие у нас приколистые есть. Как после пожарища. А тут он валяется. Че-то хрень, как будто взорвался дом. Разлетелся. Близко подъехал к этому огню. Вот че-то там разница у нас с Литвой. По Литве как-то едешь, там везде все ровно. Одинаково ровно. А у нас есть поселки хорош, а есть ну просто жесть. А там как-то все по всей греи. Причем Литва в 4,7 раза больше нашей области. И везде там красиво. А у нас вот так вот. И горит сейчас все. Может торсяники это? Так, ну тут я уже раз как-то был. Видео не снимал, только сфотографировал. Вот это. Это что? Памятник Барклая де Толли. Ну вот такой вот памятник. Едем дальше. Возьмем. Этот дом строили, строили. Потом забросили. Половину разбомбили. Ну сейчас, смотри, хоть вроде окна заколотили. Ну да, заколотили все. И веревку натянули. А то я там ходил раньше, смотрел. Там, видимо, кафе хотели сделать. И гостиница типа похожа была на это. Там рядом такое типа как кафе. Все в стекле было. Но уже в то время было все разбито, все стекла. Сейчас заколотили, наверное. Будет, может, делать. Вот тут новое пожарище. Вон пламя херачит. Офигеть. Там все дымит. Но там уже просто дымится. А тут прям еще хорошо горит. О! Пожар. Не, ну такого густого я еще не видел прям. Вообще. Вон пламя. В очках еще черных. Его контрастно видно вообще. Как вам зрелище? Поближе чуть-чуть подойду. Есть возможность. Здесь вот. Вот, тут и слышнее будет. Там вот вообще звук такой мощный. Ну вот и весь дым сейчас на город идет. Ну я в Сан-Черняхов не поеду. Я сейчас сверну до него чуть-чуть. Там мост будет железнодорожный. По нему пройдусь. В городе это все равно делать нечего. Ох, как всем полыхает. Такой звук еще. Ну петух раскукарикался. Цыпочек своих пасет. Охраняет. Ну вот он переезд. Как раз я до него доехал. Сейчас налево тогда поверну. Забор старинный такой. Резной. Но уже ему скоро хана будет. Так, там только кирпич стоит. Ехать нельзя. Да пофиг. Сокрочу путь. Чтоб Черняхов сам не выезжать. Вон там орбаки. Ха-ха-ха. Нужно все. Вон там. Водя. Т Walk. Трэпич. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 еще он до гусева 25 километров ну почти 30 километров ну почти два часа ехать сейчас пять часов ну да к 7 приеду нормально как и планировал заехал одеть свитер сейчас подадить тоже холодно ну на этом все сейчас ничего интересного будет дорога лес потом грунт на потом гусев так что всем пока до новых встреч а 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 Субтитры сделал DimaTorzok